Минфин США опубликовал список людей и организаций, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к организованной преступности и связаны с организацией воры в законе. В списке приводятся не только имена людей, но и их клички. Власти США указывают, что Алимжин Тахтахунов известен под кличкой Тайванчик, Захарий Калашев Шакра Молодой, Василий Христофоров Воскрес, Владислав Леонтьев Вадик Белый и т.д. Все во в списке 15 фамилий в документе поясняется, что организация воры в законе действует на территории США, России, Греции, Украины и Испании. Перечисленные в списке люди пользуются паспортами России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана, Айя, Греции, Ганы и других стран. Минфин США описывает воров в законе как преступную организацию, которая возникла в сталинских лагерях. Ее участники проходят инициацию коронацию после того, как демонстрируют свою идеальную криминальную биографию. Они клянутся следовать правилам, в том числе жить исключительно на средства, заработанные преступным путем, и помогать другим ворам в законе, говорится в заявлении Минфина. Собрания воров в законе называются сходками. Там принимаются решения по таким вопросам, как совершение определенных преступлений, раздел сфер влияния в криминальном бизнесе, противодействие правоохранительным органам, коронация новых воров в законе и наказание тех, кто нарушил традиции, и обычаи воров в законе объясняет Минфин США. Согласно опубликованной схеме, три фигуранта списка Гафур Рахимов, Алимжин Тахтахунов, Тайванчик и Рубин Татулин, Робсон подозреваются в финансировании воров в законе. В список попали две организации, связанные с Татуляном. В 2014 году американский телеканал МКНУ запубликовал расследование, согласно которому Гафур Рахимов помог России убедить Международный Олимпийский комитет провести игры в Сочи. Сам Рахимов подтвердил телеканалу, что сыграл определенную роль в победе заявки от России. В интервью российской газете глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев говорил, «Я могу с твердой уверенностью сказать голоса, отданные представителями в МОК от азиатских стран, а без них, с учетом и других голосов, Сочи было бы трудно рассчитывать на победу. Были отданы нашему претенденту благодаря целенаправленной работе, проделанной представителем Республики Узбекистан, вице-президентом Олимпийского совета Азии, исполнительным вице-президентом Международной Федерации любительского бокса Гафуром Рахимовым. В США Гафура Рахимова подозревают в организации торговли наркотиками. Попавшим в список запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются. Минфин также запрещает гражданам США вести бизнес с ними или их организациями.